Девушки отдыхают У нас в гостях сегодня Владимир Натанович Винокур Владимир Натанович, здравствуйте, дорогой мой С праздниками вас, со всеми праздниками Вы, смотрите, вы в красном свитере Вы рождественский, вы новогодний Вы праздничный Что мы сегодня, смотрите, у нас какая-то странная кухня У нас и бананы, и арбузы И клубника, и крышка Я всегда, когда с тобой рядом стою Хорошо, спасибо Чувство унижения такое Почему? Ты веришь, что я еще вырасту Я верю, вы в моих глазах растете все время Кстати говоря, да Потому что есть люди выше меня Ну вы знаете, что У нас же в шоу-бизнесе есть несколько человек, которые растут Продолжают расти, несмотря на то, что уже вышли Из 25-летнего возраста Да, да И Колька сейчас, Басков На сантиметр вырос Он на сантиметр вырос, но потом уходит сантиметр Конечно, в голос В голос уходит сантиметр И голос становится чуть длиннее Чем у кого Чем у Филиппа Филипп растет по 6 сантиметров в год Ну это зависть Ну да, это конечно, о чем мы говорим Мы с вами Так можем, про кого хочешь так рассказать Красота и Давайте мы поздравим и Филиппа, и Николая С удовольствием Со всеми праздниками Они очень хорошие артисты Они просто хорошие ребята Для начала Да, кстати говоря, да Значит, что мы сегодня Владимир Анатольевич готовим Рождественское блюдо Хотелось бы Хотелось бы с вами поговорить Вот вы сегодня вышли с утра С двуствольным ружьем Традиционно Из дома И вот, пожалуйста, друзья Гусь пролетал в небе Жалко, конечно, плакал Но Ну да Пострелил Ну что мы с ним делаем Потому что традиционно Сам понимаешь Что с гусем связано Яблоки Чернослив Да Вот Как ни странно Чеснок Вот И, конечно, мед Давайте я, Саша, позволю Я тогда пока Ну гусь пока Слушай, что Он у нас уже готовый То есть Все у нас Для того, чтобы Все туда помещать Вот этот гусь жирный Да Готовится он долго Я прошу вас, Владимир Анатольевич Расскажите А вот из тех блюд Которые Ну как бы являются Такой кухней Праздничной Раздетской Знаете, вот, допустим В Америке День Благодарения Там индейки едят Тоже гигантского размера Гораздо больше Чем вот Чем вот наши гуси Вот вы Вы любите вот такую вот еду Вот именно которая Предназначена Каким-то специальным праздником Да, я люблю фаршированную рыбу Ну да Так, а мы Скажите, огрызочки мы Огрызочки мы убираем Потому что обязательно Чернуху срезаем Потому что Вы сами понимаете Вот, это нормально Да Это нормально Обрезаем Так вот Ну все, убираем Да, не нужно Хорошо Вот, ну то есть Гуси и Гусь-свиньей Не товарищ Гусь-свиньей Не товарищ Владимир Анатольевич Расскажите, пожалуйста Как вы празднуете Новогодние праздники Все сейчас смотрят на вас Все радуются Вы для нас Человек, который всегда В новогоднем эфире Появляется Всегда радость Всегда смех Всегда достаток Скажите, как вы Вот это мой недостаток Что всегда смех И это вызывает, конечно Обратную реакцию У некоторых Недоброжелательных В принципе, я хочу сказать Новый год для меня Всегда один праздник Для меня, как для моей семьи Потому что у мамы День рождения Первого числа Мама День рождения То есть первого Она первая У нее день рождения Сейчас уже не юбилей Потому что юбилей В прошлом году Девяносто Да Сейчас девяносто Один год Один год Немерно Я аплодирую Да Анна Юльевна Моя учительница Она учила меня Русскому языку И литературе Так А сколько нам нужно яблок Ну хватит Наверное На такое количество Нам хватит Хватит Я думаю, что это съедим Так Владимир Анаташ Тут возникает вопрос Кто будет Как говорится Непосредственно Так, подождите Так Вот туда Мы помещаем Ваня, у тебя тоньше руки Ты моложе Возьми сразу Начни с чернослива На чернослив Яблочко Чернослив Яблочко Чернослив Яблочко Чернослив Яблочко И у рога Она Давление понижает Вы думаете Чтобы у гуся Чтобы не было Высокого повышения И я чуть-чуть Вот так Рубану Потому что Вот, пожалуйста Давайте, хорошо Так Вот Яблочки Так И Нужно, знаешь, что сделать Чеснок Не Мы его не будем Мять А вот Целиком Ну Четыре головки Ставь туда Потому что Вот как в плове Помнишь Чеснок Когда он Такой Чуть-чуть Зажаренный Да, очень просто Печеный 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 чеснок Я люблю плове Не мясо А печеный А вот А вы любите плов, да? Люблю А вы какой любите? Узбекский или бакинский? Я люблю и узбекский И бакинский Потому что Они совершенно разные Узбекский плов Он такой Жирный Мясо Плох Вот чеснок Душистый Душистый Его можно Как По-настоящему Плов едят рукой Да Вот Собирают И Там есть даже традиция Такая Гостью Когда тебя кормят Да, гостью говорят Откройте русский Кормят Это Выше уважение А потом Когда у него полный рот Говорят Как тебя зовут? Скажите Чтобы слышно было И поэтому Многие думают В Узбекистане Что большинство русских людей Зовут И так и вышло Потому что Легче сказать Как тебя зовут? Иван И поэтому Всех Назвали лучших ребят Иван Иван Потому что Если бы сказал Рудольф Рудольф Непонятно Мы Курагу Курагу А что нам мешает? Кстати говоря Да И вот Нашпигованный уже гусь Я думаю Что такого еще не появится Я знаете Я его И чуть-чуть Вот если можно Прям метку залить Ложечку Да Жалко что ложки нет Прям вот Ложечку метку туда Такое Хозяйке мало Кто делает такое Но это я придумал Почему? Почему? Потому что Ну Несмотря на то Что мы Затолкали все что могли А мед как-то Он сгладит Вот обстанку Мед всему голова Да Да Кстати говоря Ну немножко Следую Вашей логике Я так понимаю Что в принципе Все что есть в доме Может пойти Внутрь гуся Да кстати говоря Да кстати Можно все хорошо Если есть какие-то Все нормально Так Ну что Нет подождите Знаете так Тут по-моему У нас гусь начинает Расходиться Давайте-ка я Вот так вот Мы сделаем все А может быть зашить У нас есть зубочистки Вот И давайте Его немножечко Чуть-чуть Чтобы В принципе Это кстати Даже и не обязательно Но Но В принципе И можно Смотрите Раз Да Да Вот так вот Смотрите Сейчас Вот так вот А вы Вы кстати У вас Был вопрос Вообще Кем становиться Вы сутки Были Ну Был конечно Потому что Как все дети Я собирался стать Конечно Гагарином Космос Военным Я вырос во дворе Ну говорили Это говорит Артист Да Это всегда Как оскорбление Ну а в принципе Потом оказалось Вот Карьера была Молниеносная Потому что Я Я значит Когда мутация Голоса началась И мне сказали Не петь временно Мама меня взяла за руку И повела Во дворец пионеров В драматический кружок В драматическом Были новогодние елки И меня поздно привели И там осталось Немного ролей Значит А помнишь Вот когда Вот осел или лошадь Там передняя часть Есть Вот Попона Значит Вот И задняя есть часть Которая Вот Легация Там все Вот мне у вас Досталась задняя часть Задняя часть Да Ну это было почетно Первая роль Такая все Но зато Уже в январе Читка была Но Новые пьесы Которую На предыдущую читку Вас приглашали Как заднюю читку Нет Уже нет Я глухонемым был Потому что Задняя часть Я мог только Вот А Вторая роль Моя сразу Была Красный Деволят Я играл Буденного Ничего себе Скачок От задней части Скачок До маршрут Вот И удалось Шашки на голу Слушайте Вы играли Буденного В красных Деволятах Это же тот момент Когда к нему они приходят Он их принимает Когда они махно поймали Да 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 И он говорит Молодцы ребята 15 лет Я сыграл Его усы наклеивали Конечно А Гайдар 15 лет Уже На коне Командир полка Да Кстати А кстати С Буденного Случаем Подождите Давайте тогда Мы вот что сделаем Давайте Расскажите историю Я буду солить Перчить его Итак Итак Извини что я яблоко ем Нет я наоборот настаиваю Чтобы все ели на кухне Прошу вас Так Ну Отнести перец Да Да конечно Ну прямо так вот Короче говоря Раньше когда были Съезды писателей Композиторов Обязательно кто-то присутствовал Из членов правительства И Когда композиторы Собрались на свой съезд Так Почетным гостем был Михаил Семенович Буденный Вот Семен Михайлович Семен Михайлович Семен Михайлович Да Семен Михайлович Буденный Да И он значит Приходит на этот съезд Ему подводят Такой был Дмитрий Покрас был Покрас конечно Шикарный композитор Который всегда выходил Садился за Рояль и пел Мы красные Кавелли Ресты И пранат Вот Им говорят Семен Михайлович Вот этот Парень Да Парень Он композитор Он сочинял гимн Вашей Вот первой иконы Мы красные Он молодец Да Он трубачом у вас Первой иконы Молодец 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 Первый Ты у меня служил Да Я тебе случай Расскажу Значит Влетаем мы в одно село Месечка еврейская Шашки наголо Ты сам кто по националисту Он говорит Евреи Я тебе другой случай Расскажу Мы переходим на небольшую рекламную паузу У нас Владимир Винокор на кухне Не перейти Нет Владимир Винокор Вы будьте здесь А у нас сейчас небольшая реклама Ах вот ты как Сердито Лев вскричал В ответ ему Бекон на гриле Зашкварчал Лев и бекон Басня Дорогие друзья С матч на первом канале У нас в гостях сегодня Владимир Винокор И Кусь Кусь А он готов А он уже А он готов Можно его Владимир Винокор Владимир Винокор Да Прошу вас Аккуратно Осторожно На трюбочках Становится Тише Открывайте духовочку Лешки-люшки Тетюшки Тетя Друзья Там впервые мы слышим первоначальный текст Этого произведения Первоначальный текст Этого произведения Слушайте А пел вы знаете кто Первый Ну Лев Валерьянкович Лев Валерьянкович Наш добрый Лев Валерьянкович Сколько уже Сколько уже ваша дружба Уже 45 лет 45 лет Женами сколько Не живут Давайте-ка поставим Картошечку Сейчас мы Прямо А вот уже вскипает А можно Туда забросить Да прямо ее можно так положить А что Она вот сейчас уже Вон уже закипает Вода И мы прямо Ну картошечка такая Чтобы была прям целенькая Да Мы сделаем Знаете что Сейчас она закипит Сейчас она сварится Мы туда можем Набросать укропчика Выдавить туда Чесночиночку Надавим Чесночиночку И Маслица сливочного Масло да И И как вы без этого Как вы без этого А этой водой Мы помоем Радиатор Кстати говоря Да Можно я тогда Идем По мою руки Это чтобы крахмал Немножко съедал Да Я с вашего позволения Это вылез Скажите Ну пока у нас варится картошка И пока мы занимаемся Как-то таким Ну что ли Может быть что-то связанное С фруктами С фруктами мы можем Сделать салат Салат фруктовый Да Ну а как вы вообще Вот вы витаминные Коктейли пьете ли Вы все-таки Выглядите замечательно Спасибо за правду Потому что Действительно Выгляжу я хорошо Ну лучше чем Лев Валерет Все чем Лев Валерет Я и младше Ну Надо отдать должное Да Но все же Все же Каким-то образом Вы же следите за Видите у вас какие-то продукты Которые вы Например Которые ушли из вашего Рациона Я вот перестал Я вот про Есть заставление Есть хлеб Очень люблю хлеб Я тоже очень люблю хлеб Я ем Знаете Или из-за трубей хлеб Да Или вот эти вот Видите закипел Сразу раз А Так может чуть-чуть приоткрыть А мы сейчас приоткроем И меньше сделать Да-да-да Так Или И вот эти вот хлебцы А Эти которые такие сухарики Да-да Прекрасно Вот И считаю Что нужно исключить Сахар Из рациона Вообще Когда тебе за 40 Сказал один классик Жизнь Мне кажется Бесконечной Вот И надо следить За самым главным Картошка наша варится Фруктовый салат Вы можете сейчас быстро Смастерить Что вы предлагаете Для фруктового салата Я предлагаю Конечно Клубника есть Перед вами Клубника Арбузик Арбузик Потом Ну у нас это Мандарины Клубника Арбуз Мандарин Да Прекрасно Все Прекрасно А нет Еще у нас Яблоки от гуся Так Тогда я Ну давайте я тогда Арбузику Да Ты займись арбузом А я по мелочи Арбузик Ну что Арбузик Как бы Ой Потрясающе Мэн Ты не отвлекайся Вы так мелко Нарезайте Как будто бы Лилипутиков Будем кормить этим Салатиком Понимаете Тютелька в тютельку Знаешь что такое Тютелька в тютельку Владимир Натанович Знаю И знаю хорошо А будем мельчить Да Вот это вот тоже И туда же еще Ну почему Чуть-чуть А давайте Все как вы скажете Вы сегодня у нас готовите Поэтому Как вы скажете Для нас большая радость Потому что вы пришли к нам Большая радость Для моей жены Потому что она первый раз Меня увидит У плиты Как вы готовите Гузя Мама будет рада Потому что она В прошлый раз Ты вспомнишь Мама давала нам рецепт Да И она будет счастлива А скажите А что Я знаете что Я арбуз не буду Очень мелко резать Потому что он Не-не-не Он будет иначе Все потечет Все потечет Скажите А вот мама Что самое вкусное Готовила вам в детстве Вот что у вас самое Форшмак Форшеную рыбу Это вот селедка Форшмак Это же такое Селедочное масло Такое вкуснейшее Да-да А вы мне говорите Вы едите эти хлебцы Уже Ну это сейчас А раньше-то На белый хлеб-то Да Да-да Форшмак Положить Ах Класс Не, ну детство Знаешь Ты не застал А мы застали Когда мы выходили С бутербродами Бутерброд С сахаром посыпаем Да Или бутерброд Я не знаю Там с колбасой С сыром И менялись Да Это было Конечно В школу приносили Да И фальпги Обязательно Это как бы Ну а школьные завтраки Это вообще А что было, кстати Вот когда вы в школе учились На завтрак Вы помните У нас были какие-то У нас были Не пирожки Булочки какие-то были Мы этими булочками Тоже Это была такая Разменная монета Менялись, да? Менялись Да Меняли булочки На плееры Да На пионерские галстуки У нас была Очень серьезная школа С экономическим уклоном Котало рубль Там Мама давала рубль Ну мне мама давала рубль Раз в неделю А папа забирал Во вторник Понимаете? Как бы такая была ситуация Ну а что? Так, давайте я сейчас И продолжу С фруктовым салатиком Ну а что? Фруктовый салатик Сейчас, слава богу А чем зальем Чем мы зальем салатик фруктовый Знаете, а если учесть, что там арбуз Мне кажется, все еще когда сок этот Что там особенно-то Мандаринчик, да, пожалуйста? Мандаринчик я вам дам с удовольствием Прошу вас Такой, чтобы добавить к этому Такого чего-нибудь новогоднего Сейчас дайте-ка я посмотрю Раньше на елке везели мандарины Вот это был подарок вообще для детей особо Еще рано Еще рано, да Вот И мы подходили Самая лучшая елочная игрушка мандарин Да, мандарин На ниточке там или на резинке Подходили, брали Это вообще был А вы помните, когда вы же Дедом Морозом? Ну, наверное, ну, как вы Я был много раз Дедом Морозом И очень-очень тепло принимали дети Ну, конечно, у вас красивый низкий голос Да Вы статный человек Как не поверить Как не поверить, что Здравствуйте, дети Вот Вот он я, ваш Дедушка Мороз Здравствуйте, дети Мы работали в новогодней елке Там в колоннах Я помню, знаешь, с первого числа Самые были такие елки Ну, мы студентами были А кто в колоннный зал приходит с первого числа? Теперь что, детей привозят Детей здесь шли сюда? С утра, знаешь, под елкой лежит такая Воробушек такой лежит Воробушек Полуздохший, знаешь, такой И ребенок говорит Воробушек Ой, мама, Воробушек Смотри, смотри Что-то с ним он умер, наверное Ребенок, уйди отсюда Воробушек Уйди, плохо себя чувствую Утро Ну, заслуженный артист Но при этом, при всем Смотрите, вот эти елки Это штука в нашей стране Такая вот, прям, чтобы И по-прежнему кремлевская елка существует Даже сейчас По-внимательнее, пожалуйста Извините, ради бога Что я там пропустил? Ну, зеленку не отрезал Зеленочку не отрезал И можем еще немножко меда туда Медку очень хорошо будет Очень будет хорошо Шикарное, я считаю Так Не добавить ли нам Что нам можно добавить еще? Чеснок, наверное, смешно туда добавить? Чеснок нет Не очень пойдет А вот мед вообще Медочка такая вкусная Плюс еще И мы все замешаем Вот прямо этой же Ложечкой Ложечкой И что еще у нас есть? Так, из фруктов? А все А, банан Да, кстати говоря, мы совсем забыли Ну, одну-то штучку Мы не имеем право туда порезать Так Так Вот Сейчас давайте Так Смотрите, как получается Если кто-нибудь А вы в детстве Вот верили сами в Деда Мороза? Вот вы помните момент, когда вы поняли, что все Дед Мороз-то оказывается Ну, видите, в то время Вообще-то Нельзя было не верить Но вот эти праздники Они, конечно, были Ну, это не были революционные праздники Но самый светлый праздник, конечно Самый светлый праздник Вот этот Но новогодний был Почему? Все дети Советского Союза Ждали, что под елкой Там Как бы Сделали вату Да-да-да И там мешочки стояли И будет обязательно подарок Да Ну, что важнее могло быть? Поверишь во что хочешь Во что бы Дед Мороз, который сосед приходил Или папа там Да Дедушка Мороз, а где же мой подарок? Подарок, когда получаешь Вставай, читай стихи Да-да-да А меня ставили на стол обязательно Потому что я пел А вы пели всегда На стол, да Для соседей А Дед Мороз плакал А Дед Мороз плакал от умиления Это был мой папа Слушайте, прекрасный салат Смотрите, можно Туда можно Вот я сейчас рекомендую Можно добавить туда У нас просто нету, по-моему Можно добавить мяты Туда, просто свежий мят Мяты, да-да-да Мяты было бы Но чуть-чуть Но чуть-чуть Вот, посмотрите И он вот сейчас в таком виде С метком Вот сейчас арбузик Да, сок Можно добавить ягод Все, что угодно Можно в... Владимир Анатольевич На секунду вас покиднут У нас кипит картошка Сейчас мы ее будем еще сливать Все уже готово Гусь жарится Гусь жарится Ну а, соответственно Фруктовый салат готов Друзья Я думаю, ты уходишь на рекламу Вы абсолютно правы, друзья У нас Небольшая пауза рекламной После которой мы ее внемся Вы знаете, что брускета В переводе с молдавского Означает Ну, фигура у нее, конечно, не идеальная Но квартира хорошая Своя Синичка Хоть и не жаркое Умеет кое-что другое Синичка и банкир Басня Дорогие друзья Смаш на первом канале У нас в гостях сегодня Владимир Винокур И мы с Владимиром Натановичем Уже смастерили Салатик Фруктовый Фруктовый Усик у нас уже подходит Я с вашего позволения И, кстати говоря, мы могли бы Салат еще овощной сделать Ну, вы, слушайте Знаете, вы уж нас балуете Во времени, да Вы уж прямо нас балуете Я, знаете, что Я сейчас, с вашего позволения Картошечку-то Готовую А вы укропчик порежьте Владимир Натанович Укропчик Возьмите-ка досочку Внизу Вот она внизу Вот здесь Да, ага Вот здесь? Да, именно там А вот Да И прямо укропчик Попрошу вас Так Быстренько порезать Вообще, конечно, лучше Картошку сливать Сразу перед тем Сразу перед тем Что мы сейчас будем делать Но Поскольку у нас крышка Плотная Ничего Сойдет и так Значит, дорогие зрители Понимательно смотрите Да, укропа Ну-ка дайте Ну это многовато Знаете, давайте половину Это вот Ну половину домой Половину я вам отдам с собой Хорошо Сейчас Так Теперь делаем вот что И чесночок Мы берем Друзья, картошечку Мы берем картошечку Посолил Картошечку я не солил пока Берем Одну Дверь Две Так Берем Одну-две Так Теперь Выдавливаем сюда Чеснок Можете Какую-то виртуоз просто Выдавливаем сюда Чеснок Так Раз Теперь сразу Ну давайте Вот так Целую Так И пожалуйста Вот это Сюда Вот так Вот И чуть Так Перец Чуть Вот так И И самое главное Закрыть И вот так И вот там А можно и вот так Смотрите Шикарно Все И вот мы сейчас Все это Все это оставляем И это какое-то время Проводит Вот видите Плотно прилегающая крышка Сейчас там Самое волшебство Сейчас там внутри Владимир Владимирович Расскажите А где вот Самые Не знаю Необычные места В которых вам приходилось Встречать Новогодние праздники Помните Бывали же моменты Когда заставало вас Ну только Студенчество Да А так все дома У вас прямо такая традиция Домашняя Домашняя Ну потому что У мамы день рождения Мы всегда Ну мы очень Весело Встречаем Мы на даче Не в Москве На даче И Ле Валерья Часто участвует Если вот Не уезжает Куда-нибудь Вот мы Ёлку Вот мы не любим У нас есть традиция Не рубить ёлку И ставить дома Да Украшать ту ёлку Которая у нас растет А некоторые знаете Строят дома вокруг ёлки Чтобы она как бы в центре росла Да Да В лесу родят И в доме Она как бы Жила Жила да И так получилось Что у нас есть ёлка Которую мы украшаем И вокруг все происходит И первого числа Мы никогда не сидим дома Первого мы На открытой террасе Накрываем И все соседи На улице На улице Все соседи А у нас там есть вот эти Ну газовые фонари Газовые фонари Приходят соседи Со всего посёлка Зимние игры Приходит Наташка Королёва Со своей шашлыком Лёва Лещенко Мы в одном посёлке И у вас такая прямо Артистичная компания Ну нет Приходят наши старые друзья Мы обязательно устраиваем Вот это Целый день происходит Это прекрасно Да я вообще считаю Что когда на морозе Очень вкусно есть Ну если честно Вот эти посиделки Именно 1 января Они ещё лучше Чем ночной Обязаловка Телевизор Потом нервничают жёны Моя говорит Ну отстаньте от этого телевизора Увидишь себя в повторе Там в огоньке Лёва говорит Ну чуть-чуть Подождите Вот сейчас я После Баскова Я буду петь Нет Они меня поменят Значит я буду После Меладзе И вот И короче Вечер пыток Все хотят Выпить Почему я тысячу раз видел Как вы пародируете Лещенко И не могу Всё успокоить Ну чудо Понимаешь Ваня Ты просто не знаешь Что ты можешь Потому что Ты как-то совещаешь И люди слушают Потому что Юмор понимаешь Разные бывают Там Винокур Там КВН Ургант Я от него балдею Я вот этот Вечерний ургант Вова Я не сплю В моем возрасте Надо Спать Всё Владимир Владимирович Давайте мы Льва Валерьяновичу Поздравим с новогодними праздниками Кстати говоря Лёвик Привет Лёвик Только расставить А поёте Поёте вы Какие-нибудь песни На улице Обязательно Из репертуара Не подлечит Когда Потому что Другие Он отказывается Мы действительно Поём всё Что есть на свете Потому что У нас Такой караоке Без Вы же поющая компания Вам не нужно Никакой караоке Помните Знаете Все песни Всё что было На свете Начинает Вих Вих Врождение Да Елеет Только тихо Ну и На зло Глобно Гнетут Моя жена Всё время Просит Когда мы на отдыхе Когда французы Сидят Моя жена Говорит Ну споем Споем Я там Пляски Военном И мы же ездили Когда И когда Приезжали Мы пели гимн И поэтому Даже я знаю Союз Не рушим Вот Уважение Скажите Когда Нам было бы приятно Если бы наш гимн Я бы услышал Как наш гимн Поет Представитель другой Ален Делон Вашел Ваня А давай я спою Сейчас Россия Пахнет гусем Он нормальный Конечно Дорогие друзья Поджарился гусь Запах Вот вы Конечно Передать это невозможно Вот Запах Огонь Сейчас мы его Сумасшедший гусь Гусь сумасшедший Да Ну во первых Почему сумасшедший Потому что Это единственный гусь Который Когда мы пришли На Когда мы пришли В гусятник Он к нам пошел Он пошел к нам Мы сказали Мы бы хотели Зажать гуся И один сказал Я с удовольствием готов Мы решили Сумасшедший Ну Во всяком случае Говорящий гусь Это вообще редкость Говорящий гусь Это вообще редкость Поэтому мы его зажарили Так Подождите Подождите Сейчас мы его Будем перекладывать Слушай Ну надо сказать Гусь Чем отличается гусь От огромного количества Других Жареных птиц Он конечно Жирный Но я сейчас Секунду Задержу твое внимание Я посмотрел на гуся И вспомнил Был Такой Конференции В свое время Известный Он Ну еще в те годы Сороковые И он вышел на сцену Он такой интеллигентный Был Конференции И он говорит Здравствуйте Здравствуйте товарищи И зал говорит Гусь У меня не товарищ Тогда я улетаю СМЕХ Видите как красиво Понимаете Ну это Умные люди Интеллигенты Подождите Сейчас я Я слышал тоже Это да Это прекрасно Друзья Так вот Мы У нас на кухне Дружат и гуси И свиньи Да 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 Друзья С вашего позволения Я бы хотел рассказать Как мы это готовили Мы взяли гуся Начинили его яблоками Порезанные на 4 части Курага Чернослив Чеснок Прямо целыми зубчиками И мед туда влили Закрыли зубочистками В духовку обмазали перцем Солю И в духовке Это 3 часа Это может стоять И побольше Владимир Натальевич Так Ну что же Ну что же Ну что же Ммм Густо Да Ммм А если яблочком Сверху И картошечкой Ммм Мы Дорогие наши друзья Оказываемся тоже Немножечко На зимней террасе Вашего дома Да И смотрим Как вы Отмечаете Новый год Вон смотри Лев Валерьянович В снежки играет Наташка Королева Вон Наташка Королева С Мишуром Запуталась в сосне Лужком Вон тарзан Ходит на голове Моя мама Ей 91 год Вот давайте поздравим Маму Владимира Натальевича 91 год Здоровья Вашей маме Здоровья Вашей маме Здоровья Вашей семье Владимир Натальевич Просто попробовать Воздать должное Фруктовому салду Здесь уже пошел сок Пошел сок Немножечко Это же Мы же туда добавили мед Мы добавили туда мед Это Друзья Я всем хотел бы напомнить Нашим зрителям Что мы пробуем Здоровье Это здоровье А лучше ложкой Лучше Возьми Владимир Натальевич Вы берите ложку А я пошел вам За подарки Кстати говоря Жена там Спрашивала Говорит Если что Для вашей семьи От нашего спонсора Картина душистого Ароматного Целонского Чая Бар Неистекаемый источник Бодрости Энергии Хорошего настроения То чего у вас И так вполне Спасибо большое Праздник Так друзья Владимир Винокур Сегодня у Смаки Владимир Натальевич Спасибо огромное Спасибо вам Я с вами Вот просто на одну секундочку Сейчас попрощаюсь С длинками Вернусь к вам Ну что сказать Мы с вами увидимся Уже в следующий раз И вы узнаете Что Чабата В переводе Севрита Означает день Когда никто не работает СМЕХ